Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с большим количеством аналитического контента. Ну что ж, впереди выходные. Я всех вас с этим поздравляю. Обязательно проведите хорошо. В понедельник мы вернемся к нашим трейдерским будням. Будет очень много новой статистики, прочего контента. В общем, будет достаточное количество информации для того, чтобы мы принимали соответствующие торговые решения. Ну а пока давайте посмотрим, с чем мы закрываем эту неделю. Индекс американской валюты, индекс американского доллара 92,55. Причем, я тут же, как и всегда, предлагаю вам сопоставлять динамику американского доллара с тем, что происходит на рынке казначейских облигаций. Десятилетний трейджерис сейчас находится на отметке 1,32. Кстати говоря, за последний день было локальное восстановление, которое стало причиной роста американского доллара. Здесь корреляция между этими инструментами практически стопроцентная. Единственное, что вызывает вопросы, это отсутствие какой-то более мощной, выраженной динамики доллара, потому что фон все-таки располагает к более активным движениям. Вспомнить только выступление Паула в Конгрессе перед Сенатом и Палатой представителей. Я думаю, что формат его выступления, его можно сравнить с форматом пресс-конференцией после заседания ФРС, потому что речь идет о монетарной политике, проделанной работе и, соответственно, планах того, какие изменения могут произойти в ближайшее время и изменения, которые априори должны влиять на курс американского доллара. По горячим следам уже. Вчера завершилось его двухдневное выступление. В целом, друзья, все, как мы и разбирали день назад, когда он выступал перед Палатой представителей. Мягкая риторика, но очевидно, то, что американский регулятор признает прогресс в отдельных секторах, комментирует, что в целом условия меняются, но тот прогресс, который уже был зафиксирован, он недостаточен для того, чтобы американский регулятор начал активно действовать, корректируя национальную денежно-кредитную политику. И, собственно, вот эти тезисы пронизывали все его выступление, поэтому в сухом остатке мы получили ровно то, что было до того, как мы услышали то, что хотел сказать Пал. Политика будет оставаться исключительно стимулирующей. ФРС пока что следит за тем, что происходит, и предпочитает не лезть сейчас с жесткими коррективами денежно-кредитного курса в общую ситуацию, чтобы не случилось так, что весь прогресс, который был показан в последние месяцы, его придется откатить. ФРС не хочет совершать ошибку, и я думаю, что эта позиция наблюдательная, адаптивная к условиям, она является самой правильной на текущий момент. Индекс доллара вот уже три недели, друзья, котируется в районе 92,55. Я уже начинаю думать, что, скорее всего, в такой вот проторговке легкой, локальной, мы будем следить за долларом вплоть до банковского форума, симпозиума в Джексон Холле, который состоится в конце августа. Вот там точно будут какие-то изменения, коррективы, за которыми мы будем следить. Пока что я сохраняю шорт по индексу доллара и прекрасно понимаю, что как только участники рынка все-таки поймут именно принципиальность мягкой позиции фидеризерва, распадажи последуют сразу же. Золото, которое мы покупали на этой неделе, принесло нам на профит 1827 долларов за тройскую унсу, и я думаю, что золото мы можем держать и дальше, в лангах. Сегодня, кстати, роничные продажи по штатам в 15.30 по московскому времени. Интересно будет посмотреть, как отреагирует доллар. Да и в целом интересно будет оценить активность потребителей с учетом все-таки продолжающегося снятия гарантийных ограничений и реализации отложенного спроса. Хотя, с другой стороны, мы помним, насколько скакнула инфляция, и рост инфляции, как правило, это и есть следствие повышенной активности потребителей. В общем, сегодняшний отчет, он будет показательным для общего состояния потребительской активности, но вряд ли он сможет каким-то образом существенно повлиять на доллар, потому что розница это все об инфляции, а про инфляцию мы, собственно, знаем все, и американский регулятор рекомендует нам не зацикливаться сейчас на ней, потому что для ФРС определяющим является рынок труда. Нефть 73,45. Здесь я сохраняю длинные позиции, потому что жду прорыва в сделке ОПЕК+. Жду, что Саудовская Аравия сможет договориться с обвиненными Арабскими Эмиратами. Пока что новостей, друзья, нет никаких, но, как ранее я уже отмечал вчерашний брифинг, очень многое говорил про нефть. Если кому интересно, можете пересмотреть. Все-таки диалог точно будет налажен, и как только это произойдет, я рассчитываю на стремительный рост и бренда ИВТ, и возвращение котировок поближе к 80 долларов за баррель. И остальные активы. Новозелайн сплотив доллара 0,7020, в принципе, там же, где и были в ходе моего вчерашнего брифинга, мы в лонгах, в профите, и рекомендую держать, друзья, на долгосрок это ключевое слово, эту валютную пару, потому что дальше будет решение по росту процентных ставок, и, возможно, уже к концу этого года. Доллар канадец 1,2567. Честно говоря, вот канадский доллар у меня точно нащервал, потому что было решение по сокращению программы количественного смягчения. Вчерашнее выступление главы Банка Канады Маклим о том, что банк готов обороться с ростом инфляции, каким образом, конечно же, повышая процентную ставку, но, опять же, никакой реакции. Может быть, канадский доллар сейчас зациклен на динамике нефти. Поэтому нефть и доллар канадец – это две идеи, которые как бы об одном и том же, об ожидании роста котировок углеводородов. Как только реализуется этот сценарий, доллар канадец пойдет вниз к нашим целям 1,24 и ниже. И фондовый рынок, локальная коррекция, быстро мы не добили цели на 15 тысяч пунктов по NASDAQ, но, как говорится, еще не вечер. Локальная коррекция уже неоднократно наблюдалась по фонзе, однако рынок довольно быстро выкупали при появлении какого-то неплохого макроэкономического отчета. Вот сегодня, кстати, роничные продажи, если выйдут неплохими, американский фондовый рынок точно получит от этого релиза поддержку и, скорее всего, в очередной раз обновит исторические максимумы. Кстати говоря, еще под закрытие текущей недели сделка спекулятивная. Друзья, опять же, в расчете на отработку рыночных настроений. Это по евро-доллару, шорт до 1.17. Сейчас котировки 1.18.11. Индекс рыночных настроений, который доступен каждому клиенту компании Markets, показывает, что большинство трейдеров сейчас ставит на рост евро, поэтому мы идем по пути наименьшего сопротивления в обратную сторону. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели. Всем пока!